Подсолнечник Имеется несколько его разновидностей. Только один многолетний вид известен своими пищевыми клубнями. Подсолнечник клубненосный, топинамбур, гелиантус туберосус. Опыление Цветок подсолнечника называется цветочное соцветие корзинка. Он состоит из множества мелких цветков, которые цветут постепенно, начиная с периферии. Каждый цветочек обоеполый. Именно мужской орган первым выходит из цветочка в течение дня, высвобождая пыльцу. Затем цветочек трансформируется и раскрывается женский орган, восприимчивый к пыльце. Насекомые, в особенности пчелы и шмели, опыляют цветки подсолнечника, перенося пыльцу с одного цветочка на другой. Перекрестное оплодотворение характерно для подсолнечника, поскольку большинство сортов самонесовместимы. Цветки одного растения могут опыляться только цветками другого растения. Поэтому вам необходимо выращивать несколько растений вместе, чтобы обеспечить хорошее опыление. Некоторые сорта подсолнечника самосовместимы, то есть цветок может быть оплодотворен пыльцой из другого цветка, той же цветочной головки. Все сорта подсолнечника скрещиваются между собой. В некоторых регионах есть дикие сорта подсолнечника, с которыми также возможны скрещивания. То же самое касается топинамбура, близкородственного вида, говоря языком ботаники. Чтобы избежать межсортового скрещивания, выращивайте два сорта подсолнечника на расстоянии 1 километр между ними. Это расстояние может быть уменьшено до 700 метров, если между двумя сортами существует естественный барьер, такой как живая изгородь. Если вы находитесь рядом с большой плантацией подсолнечника или выращиваете несколько сортов в одном саду, вам потребуется применить ручное опыление, чтобы сохранить ваш сорт. Ручное опыление подсолнечника – процесс относительно простой. Достаточно изолировать каждую цветочную головку в мешке из пергаментной бумаги, очень прочном и водонепроницаемом, прежде чем соцветия начнут зацветать. Ручное опыление Для цветения бумажные пакеты снимают с двух достаточно близко расположенных растений. Остерегайтесь пчел и шмелей, которые будут постоянно пытаться собрать мед из незащищенных цветов. Цветочные головки этих двух растений аккуратно втирайте друг в друга. После завершения верните мешок на место. Цветение длится от пяти до десяти дней, поэтому вам нужно делать это ежедневно в течение этого периода. Вы можете оставить мешок на цветке до тех пор, пока семена не будут собраны. Цикл развития подсолнечника. Семенные растения подсолнечника выращивают так же, как и растения для зерен или же цветов. Цветение длится от пяти до 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 п семенников. Нужно очень тщательно выбирать семенные растения на основе характеристик сорта, высота растения, размер и цвет цветка, качество семян. Семена формируются постепенно, начиная от периферии и двигаясь к центру цветочной головки. Собирайте семена подсолнечника, когда цветочная головка заполнена семенами, а лепестки начинают опадать. Птицы очень любят полакомиться семенами подсолнечника, так что не ждите, пока все растение высохнет, чтобы срезать головки цветов, иначе вы не получите семян. Потрите цветочную головку, чтобы удалить высохшие цветки, которые опадут на землю. Также срежьте периферийные лепестки, которые мешают высыханию. Цветочную головку цветка помещают в сухое и проветриваемое место семенной стороной вверх, чтобы предотвратить появление плесени или брожения. Извлечение сортировка и хранение семян. Потрите цветочную головку, и семена выпадут. Вы можете также установить решетку на ведре и потереть цветочные головки над ним. Оставьте семена сушиться в сухом и хорошо проветриваемом месте. Чтобы убедиться в окончательном высыхании семян, постарайтесь согнуть зернышко. Если оно гнется, значит еще не высохло. Если ломается, оно готово к хранению. Семена нужно провеять, чтобы удалить последний мусор. Для этого поместите семена в тарелку или лоток. И выдувайте легкие отходы. Поместите семена в пакет и добавьте этикетку внутрь с названием вида, сорта и года урожая. Пребывание семян несколько дней в морозильной камере уничтожит личинки паразитов. Семена подсолнечника имеют схожесть в среднем 7 лет. А хранение при низкой температуре позволяет продлить этот период. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»